В этом видео мы расскажем, что произойдет с вашим телом, если приседать на одной ноге каждый день. Рассмотрим основные преимущества данного упражнения и покажем правильную технику выполнения. Так что досматривайте до конца, будет познавательно! Приседание на одной ноге – пистолетики, необычное, но довольно эффективное упражнение на ноги, с помощью которого вы сможете разнообразить свою тренировку квадрицепса, а также улучшить свою координацию и функциональность, соблюдая технику выполнения. По биомеханике это упражнение практически аналогично с классическими приседаниями, но некоторым атлетам выполнять его значительно тяжелее. Воздействие на мышцы. Основная нагрузка приходится на квадрицепсы, также значительная на большие ягодичные мышцы. Дополнительно работают и помогают стабилизировать положение опорной ноги и корпуса, бицепсы бедра, приводящие мышцы, мышцы голени, спина и пресс. У поднятой вверх ноги работает квадрицепс, напрягатель широкой фасции, протяжная мышца, гребенчатая мышца. Помимо значительной нагрузки на мускулатуру и сложности выполнения в координационном плане, приседы пистолетикам требуют хорошей гибкости суставов, в частности, тазобедренного, коленного и голеностопного, и эластичности связок. Преимущества. Балансирование на одной ноге помогает развить повышенные навыки координации, гибкости и лучше прокачать нервно-мышечные связи. Оно помогает создать лучший баланс и наладить контроль всего тела. Включает в работу множество как крупных, так и мелких мышечных единиц, которые сложно зацепить другими упражнениями на ноги. Немногие знают, но двуногие приседания могут вызывать мышечные дисбалансы в развитии ног, так как одна нога, как правило, является ведущей. Приседания пистолетикам помогут решить вопросы асимметрии. Оно способствует укреплению связок и развитию сильных и массивных мышц ног, особенно переда бедра. Меньшая сжимающая нагрузка на спину позволяет избежать проблем с позвоночником. Большая нагрузка на одну ногу. В то время как общий объем внешних нагрузок, используемых для приседания пистолетиком, меньше, чем при классических приседаниях, общая нагрузка на конкретную ногу выше в связи с явлением под названием двусторонний дефицит. Согласно которому, сумма сил, создаваемых каждой ногой, больше, чем общая двусторонняя сила. Упражнение можно выполнять повсеместно. Друзья, если вас интересует тема тренировок, рекомендуем посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали, что будет с телом, если принимать креатин и протеин одновременно. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. А мы продолжаем. Техника выполнения упражнения. Рассмотрим ниже технику выполнения упражнения, в чистом виде, к которой следует стремиться. Это выполнение приседаний на одной ноге без дополнительной опоры. Встаньте ровно и поставьте ноги на ширине плеч. Перенесите вес тела на опорную ногу. Вторую ногу слегка оторвите от пола. Руку вытяните вперед для равновесия. Медленно и подконтрольно приседайте на опорной ноге, одновременно поднимая вперед прямую вторую ногу. Ваш таз при этом должен отводиться назад, а не подворачиваться вперед. Здесь-то и нужна гибкость в тазобедренных суставах. Корпус при этом наклоняется вперед для равновесия. Стремитесь держать спину ровной. Вторая, нерабочая нога, абсолютно прямая, должна подниматься одновременно с тем, как вы опускаетесь вниз. Опустившись в нижнюю точку движения, бицепс бедра прижался к окроножной мышце, проконтролируйте положение нерабочей ноги. Оно должно быть параллельно полу. Спина, по возможности, должна быть прямой. Колено опорной ноги при этом выйдет за носок, и этим данное упражнение отличается от классических приседаний. Собственно, это и есть самый травмоопасный момент во всем движении. Максимально напрягите мышцы бедер и ягодиц и силой, но без рывка толкнитесь от пола пяткой опорной ноги. Поднимите таз и разогните колено. Нерабочую ногу приставьте к опорной ноге. Это упражнение выполняется столько раз на каждую ногу, сколько позволяет ваша подготовка. То есть до максимума. Поверьте, если вы доведете количество приседаний до десятка, то вы получите интенсивную тренировку не только для ног, но и практически всего тела. Тонкости и секреты. Чтобы дела пошли как по маслу, в освоении этого упражнения вам помогут следующие практические советы. Для сохранения баланса при опускании вниз выводите обе руки вперед. Не тормошите руками, держите их либо вытянутыми, либо собранными у груди. Чтобы сохранять равновесие при приседе, необходимо корпус слегка наклонять вперед. Толчок от пола должен производиться пяткой. Обратите внимание на расположение колена сгибаемой ноги. Оно не должно уходить от прямой линии внутрь или наружу. В противном случае завалы неизбежны. Вытянутая нога должна стремиться к полному выпрямлению. Неспособность выполнить хотя бы 2-3 приседания независимо от пола говорит о слабости мышц ног. Отягощение в руках или рюкзак за спиной усложнит упражнение и заставит мышцы преодолевать большее сопротивление. Основные ошибки при выполнении упражнения. Перенос веса тела на носок. Раскручивание таза, то есть клевок тазом вниз. Сильный перекос таза, приведение свободной ноги к нижнему одноименному ребру за счет косых мышц живота, излишнее напряжение в квадрицепсе свободной ноги. Замах свободной ногой, то есть движение за счет инерции. Отбивка от икроножной мышцы бедром рабочей ноги. Упражнение дает серьезную нагрузку на коленные суставы, поэтому прежде чем начать его выполнение, посоветуйтесь с врачом. Выполнять пистолет не стоит при лишнем весе, заболеваниях костей и суставов. Риски травм при выполнении этого упражнения выше, чем при выполнении двусторонних упражнений для ног. Чтобы упражнение пистолет приносило только пользу, избегайте распространенных ошибок. Не выдвигайте колено рабочей ноги вперед. Упражнение выполняется за счет отведения бедра назад. Не переносите вес тела на носок рабочей ноги. Это опасно. Старайтесь не опускать вытянутую ногу на пол. В идеале она должна образовывать угол в 30 градусов по отношению к другой ноге. Не отрывайте стопу рабочей ноги от пола. На всех этапах выполнения движения пятка и носок должны быть плотно прижаты к полу. Держите спину прямо на всех этапах приседа. Не скругляйте ее и не выгибайте в дугу. Если не получается выполнить упражнение без ошибок, вернитесь к подготовительному этапу. Попытки форсировать результат могут привести к травмам и длительному перерыву для восстановления. Упражнение пистолет является одним из самых эффективных для развития силы и гибкости нижней части тела. Оно направлено на работу со всеми мышцами ног, включая ягодичные мышцы, квадрицепсы, бицепсы бедра и икры. Если базовая техника уже хорошо дается, можно усложнить упражнение, добавив дополнительный вес или повышенную высоту для опускания. Также можно попробовать выполнение упражнения на подушке или нестабильной поверхности, чтобы усилить работу мышц стабилизаторов. Преимущества упражнения пистолет включают улучшение координации движений, укрепление мышечной ткани, улучшение гибкости и баланса. Кроме того, этот вид тренировки помогает улучшить осанку и снизить риск травм в нижней части тела. В целом, упражнение пистолет является отличным способом развивать силу, гибкость и координацию движений нижней части тела, а также повысить общую физическую форму. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали про 4 простых упражнения без инвентаря, которые быстро трансформируют ваше тело. Ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!